Всем привет! Сегодня вам покажу две настройки Google Play Маркета, которые сильно разряжают вашу батарею. И по умолчанию они, к сожалению, включены на каждом телефоне. Если у вас приоритет стоит на то, чтобы экономить батарею, потому что она быстро разряжается, то желательно проделать вот такие простые настройки. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, первое, заходим в нашу безопасность. И вот здесь есть антивирус. Зашли на него, идет сканирование вашего устройства. Вот здесь нажимаем на шестеренку. И смотрите, этот антивирусник проверяет перед установкой все приложения ваши на вирусы и на другие какие-то вредные действия. Обновляются автоматически. Есть рут доступ, обновление системы, ну и так далее. То есть обычный антивирусник стандартный. Выходим с этих настроек. Заходим в наш Google Play Market. Нажимаем на свою аватарку с правой стороны. Заходим в Play защиту. И смотрите, вредоносные приложения не найдены. Проверка выполнена 8 минут назад. Проверено 6 приложений вот этих. Ну и еще 120, которые есть на телефоне. То есть это еще один отдельный антивирусник, который стоит в телефоне и выполняет абсолютно ту же самую работу. Только он работает автоматически и проверяет по несколько раз в день. Ну сколько проверка может быть по длительности, ну неизвестно. Может там она быстро проходит, может и час идти, смотря как проверяются все вот эти приложения. Соответственно задействован ваш процессор, ваша оперативная память забита. Вы в это время можете элементарно смотреть YouTube или играть в какую-то игру. И начинаются все лаги притормаживания. Вы выключаете, выходите с ваших приложений и не поймете, что происходит с телефоном. А возможно как раз таки в это время идет вот эта проверка. Ну и если так разобраться, уже в Google Play Маркете все вот эти приложения, они перепроверены. Вот это сканирование, оно как-то бесполезное. Вот здесь допустим нажимаем на шестеренку. И вот смотрите, помочь улучшить защиту, отправлять неизвестные приложения в Google для анализа. То есть, во-первых, идет сканирование приложений, еще куда-то отправляется информация, что вы там делаете. Ну и второе, вот сканирование с помощью Play защиты. Лично я у себя вот это выключаю, потому что все равно есть еще один антивирусник, который в принципе делает абсолютно все то же самое. То есть, зачем две антивирусных программы на вашем телефоне? Тем самым я уменьшаю разряд батареи, ну и одновременно снимаю нагрузку в некоторых случаях использования телефона. Что касается второй настройки. Смотрите, заходим снова на свою аватарку и заходим в обычные стандартные настройки. И вот здесь настройки подключения. Вот те, кто хочет экономить, зайдите в автообновление приложений. Вот видите, у меня сейчас стоит отключено. У вас 100% стоит скачивать по любой сети. То есть, когда у вас подключен мобильный интернет и когда у вас подключен Wi-Fi. Что касательно того, когда будет скачиваться приложение, обновляться. Это невозможно предугадать, но по статистике примерно любое приложение обменивается данными со своим сервером минимум 3 раза в неделю. Но это минимум. И еще раз повторюсь, что это разговор только о одном каком-то приложении. А на телефоне в основном установлено около 100 приложений. Там возможно 200 приложений. И каждые вот эти 200 приложений не по 3 раза в неделю как минимум обновляются статистикой. Либо скачивают себе обновления разные. И это, конечно же, разряжает вашу батарею. Где искать настройки обновления, если вы все-таки отключили вот такую функцию? Возвращаемся немножко назад. Снова заходим на свою аватарку. И заходим в управление приложениями и устройством. И вот здесь видите доступные обновления. Так как у меня эта настройка отключена и довольно давно, вот видите, просит обновления разных приложений. То есть я могу самостоятельно зайти и когда мне угодно обновить любое из вот этих приложений. Думаю, для кого-то настройка будет полезная. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями.